День Героев Отечества История мужества в лицах В Розаевке прошел торжественный митинг Ко Дню Героев Отечества На стене музея локомотивного депо Были открыты мемориальные доски Героям Советского Союза Константину Анохину и Александру Винокурову С 2015 года Российским военно-историческим обществом Проводится всероссийская акция По установке в регионах страны Памятных досок в честь Героев Советского Союза И полных кавалеров Ордена Славы Участников Великой Отечественной войны В рамках реализации данной акции Вчера в Розаевке открыли мемориальные доски Героям Советского Союза Летчику-устребителю Константину Анохину И майору Александру Винокурову Это простые люди Которые положили себя Свои жизни на алтарь Отечества Честь и доблесть всегда была присуща Нашим людям Мне очень приятно отметить тот факт Что в нынешнее время Глава Республики Мордовия Артем Алексеевич Збунов Очень большое внимание Уделяет военно-патриотическому Воспитанию нашей молодежи Константин Анохин В Розаевке работал слесарем Паровозного депо Затем заведующим технической библиотекой Станции Розаевка На фронт попал в июне 1941 года 6 июля, вылетев по тревоге На самолете Як-1 Анохин вступил в воздушный бой С пятью вражескими бомбардировщиками Уничтожив один самолет Константин Ефремович был сбит Горящим самолетом Он таранит танковую колонну фашистов В районе деревни Зубова Витебской области Вследствие чего Лейтенант Анохин Погиб смертью героя Александр Винокуров Работал помощником машиниста паровоза В паровозном депо На станции Розаевка В июне 1941 Ушел защищать родину С 1942 года Он находился в партизанском отряде Второй ленинградской партизанской бригады Командовал группой подрывников Затем партизанским отрядом За годы войны Проводил смелые и дерзкие операции В тылу врага На оккупированной территории После окончания войны Продолжил службу в советской армии В 1970 году В звании майора Был уволен запас Хочется сказать Что деятельность По вековечению Военно-исторического наследия И увековечению памяти героев России Является приоритетной Для российского военно-исторического общества С 2015 года В рамках всероссийской акции По вековечению Памятных мест И установки памятных досок В республике Мордовия В муниципальных районах Установлено 80 досок После открытия мемориальных досок Почетные гости осмотрели Музей локомотивного депо Лидия Евстюхина Провела экскурсию по зданию Где было представлено Много документов Фотографий И интересных экспонатов С которыми были связаны Подвиги и работы Константина Анохина Александра Винокурова А также других машинистов И сотрудников депо 9 декабря Россия отмечала День Героев Отечества Этот праздник призван Вековечить память наших соотечественников Всех, кто своими делами Поступками и жизнью Показал пример Достойного служения Родине В этот день для Рузаевских школьников Провели патриотическое мероприятие День Героев Отечества В школе номер 8 Прошло патриотическое мероприятие Старшеклассники встретились С военным комиссаром По Рузаевскому району Василием Чичаевым И представителем Краснодарского высшего военного училища Имени генерала армии Штеменко Андреем Лилитко Чтобы узнать об особенностях обучения В данном военно-учебном заведении Наш вуз Министерства обороны Единственный В масштабах вооруженных сил Готовит специалистов По защите информации Со сроком обучения Это высшее образование 5 лет И среднепрофессиональное Со сроком обучения 2 года и 10 месяцев Наши специалисты Проходят службу Во всех видах Родах вооруженных сил Российской Федерации Школьники узнали о специальности Которую можно овладеть В этом военном училище О проходных баллах Критериях И условиях зачисления О жизни курсантов Сроках обучения И порядке прохождения службы А также о работе После получения диплома На сегодняшний момент Рузаевским военкоматом Направляются ребята В данном училище На сегодняшний момент Один офицер Уже проходит службу Выпускник этого училища В Министерстве обороны И два наших юноши Уже обучаются На втором курсе В этом учебном заведении Могу сказать Учебные заведения С которых ребята поступили Это гимназия номер один И лицей номер четыре Представитель военного училища Представил будущим выпускникам Фильм-презентацию Который рассказывал Об образовательных направлениях И достижениях учебных заведений Стоит отметить Что многие ученики школы Номер восемь Уже определились С выбором будущей профессии У меня вот дед Получается он был Лейтенантом Он про свою службу Очень много говорил И свою жилу Ну Решил так скажем Повторить по его пути Пойти И Тоже так скажем Достичь вот этого звания Может даже и выше Пойти по его пути Вот Решил стать Военнослужащим Это моя мечта С детства Я Также Активно принимаю участие В Военных мероприятиях Также Занимался Боевыми Спасами Возможно Что после интересной Увлекательной встречи Еще кто-то из ребят Примет решение Связать свою судьбу с армией И стать офицером России Ведь это большая честь Для каждого мальчишки Быть верными патриотами Своей родины А выполнение долга Это главная обязанность Каждого мужчины Непобедимый адмирал В Темникове подвели итоги 20-летия Со дня прославления Феодора Ушакова В честь этого события Для кадетов-ушаковцев Мордовии Организовали культурную программу В ее числе Выставка Адмирал Ушаков Саровского музея И военно-морской славы Сегодня в нашем дворце культуры Проходит Торжественное закрытие Подведение итогов года Посвященного 20-летию Прославления Святого праведного воина Феодора Ушакова Адмирала флота российского Здесь развернута выставка Расскажите Сколько лет существует Ваша общественная организация И сколько лет Вы собирали Вот такой богатый материал Об Ушакове Общественная организация Ветерана флота города Сарова Была создана В 2004 году И с тех пор мы Очень активно работаем По разным направлениям Проектам И так далее Ну и конечно Дружим с темником То есть И в связи с тем Что стали инициаторами У себя Создание организации После этого Ветераны города Тимников Тоже захотели Сделать у себя организацию И было создано У вас здесь Морское собрание В настоящее время Оно наверное тоже действует Я так думаю У вас активно работают Ветераны флота А так как мы начали Работать у Ушакова То есть в том числе С работой на создание Копия мундира Федора Ушакова И с тех пор С 2005 года Вот до сегодняшнего дня Мы работаем В том числе И изучая Географию Боевую деятельность Федора Ушакова И в 2015 году Была создана Вот такая уникальная выставка Передвижная Она единственная В России Которая В полном объеме Рассказывает От Рождения То есть Древа Федора Ушакова До сегодняшнего дня В том числе И почему он стал Святым Праведным воином Какую роль Играет общественная Организация Ваша Вашей жизни И вы Так я поняла Ветеран военно-морского флота Тоже Где вы служили Расскажите немножко О себе И о своей организации Ну что Мы занимаемся Творческим воспитанием Молодежи Подрастающего поколения Самое главное Духи Защитника Отечества Мы приглашаем Всех Служить Молодежи Служить На На Флоте Дело мастера боится В темниковой Мастерице Из центра культуры Провели для школьников Мастер-класс По изготовлению Тряпичной куклы Берегини Дети узнали О сакральном смысле Куклы в древние времена И смастерили ее Своими руками В нашем дворце Дворце культуры Есть швейная Мастерская Здесь не только Современное оборудование Но и работают Опытные В своем деле Мастера Лидия Анатольевна Ходина И Нурия Харисовна Янбуртина Они шьют Не только Уникальные Сценические Костюмы Но и Изготавливают Текстильные Куклы Сегодня Мастерицы Нашей швейной Мастерской Показывают Мастер-класс По изготовлению Текстильной Куклы Которая пользуется Очень большим Спросом У гостей Темникова И не только Ее с удовольствием Покупают На выставках Мы сегодня Будем Выполнять Берегиню Столбушка А почему она Так называется Столбушка Ну потому что Вместо Туловища У нее Скрутка Из ткани Вот видите Скрутка Из ткани Она Можно ее сделать Из каких-то Ненужных вещей Она еще Называется Рванка То есть Раньше Когда не было Никаких Лоскучков Красивых И прочее Не могли Дети Своев Населения Они просто Как бы Старые вещи Рвались Очень Очень быстро Рвались За два конца Потянули И она Изорвалась Вот поэтому Рвали На нужную Длину Этих Лоскутики Наматывали Друг на друга И Получалась Куколка В Темникове Гастролирует Дважды Лауреат Государственной Премии Республики Мордовия Ансамбль Девчата 8 декабря Артисты Выступили На сцене Районного Дворца Культуры К ним Также Присоединился Солист Мордовской Государственной Филармонии Алексей Дегалев И театр танца Арт-Вижн Большую часть Зала Заполнили Молодые Зрители Школьники Студенты Образовательных Учреждений Района Получить Такую Возможность Они смогли Благодаря Проекту Пушкинская Карта Районного День, день над водою, под луной, молодою, за зеленой лескою мы с тобою. Лесом полем гуляла, ласточкой улетала, девица завлекала, зажигала. День, день над водою, под луной, молодою, за зеленой лескою мы с тобою. Лесом полем гуляла, ласточкой улетала, девица завлекала, зажигала. А сейчас наша постоянная рубрика. Обзор пабликов и социальных сетей районов Мордовии. Расскажем о самых значимых событиях, которые произошли там за неделю. Конституция – главный закон государства. 12 декабря мы официально знаем, как День Конституции. В преддверии праздника в Розаевской школе номер 8 ученикам вручили паспорта. Это значимое событие в жизни каждого человека. Оно знаменует некий жизненный рубеж. Расширяются как права, так и обязанности. Желаем ребятам достойно нести звание гражданина России. Паспорта получили и 14-летние жители Ельников. В районном лицее прошла торжественная линейка в честь праздника. Восьмиклассникам вручили удостоверение личности и сказали напутственные слова. Здесь же прошло еще одно мероприятие ко Дню Конституции. Волонтеры Доброцентра раздали ученикам лицея ленты российского триколора. Эта акция проводится в Мордовии повсеместно. С праздником соотечественников поздравили и в Торбеево. Прозвучали стихи о важности Конституции для всей страны. Красный день календаря. Отмечает вся страна. Знаменательная дата. Наша Родина богата. Конституция сильна. И от всех защищена. Ситуации неприятных. Все решает деликатно. Без излишней суеты. Конституции статьи. А скоро наступит очередь самого ожидаемого праздника. Новый год уже на пороге. Самое время украсить дом и главный новогодний символ – пушистую елку. Это касается и городских пространств. В Краснослободске 10 декабря поставили ель с шишками. Совсем скоро зеленая красавица засияет яркими огнями. В Ковылкино лесная хвойная гостья еще не появилась, но уже в ближайшие дни ее обещают установить. А пока в городе развесили гирлянды и установили конструкции со сказочными персонажами. В Темниковском районе поселится еще один символ Нового года. На зимние каникулы сюда приедет Дед Мороз. Сказочный дедушка поселится тут в этнодоме «Русская изба». Заниматься облагораживанием города продолжают в Ковылкино. Внимание уделили освещению. Фонари станут светить ярче. Лампы в них заменят на светодиодные. Вечером теперь будет не так темно, а жители города смогут передвигаться по улицам комфортнее. А в селе Яковщина Розаевского района заблестели купола Знаменской церкви. Митрополит Саранский Мордовский Зиновий осветил кресты новых куполов и совершил отпевание останков тел дворян Кожиных, которые были найдены во время восстановительных работ церкви. Культурные события в республике тоже пестрят многообразием. На сцене Дома культуры Ковылкина расцвел Яблоневый сад. Это ансамбль песни и танца «Умарина» представил жителям района красочную концертную программу. Артисты порадовали зрителей исполнением хоровых и сольных песен. Многие из них посвящены зимним мотивам, что особенно актуально в преддверии Нового года. В Темникове 20 лет отметил народный ансамбль «Веселушки». В честь юбилея коллектив подготовил для зрителей бенефис «Песня нам жить помогает». В спорте тоже много достижений. 11 декабря в Саранске прошли чемпионаты первенства Республики Мордовия под дзюдо. Рузаевские дзюдоисты показали себя очень хорошо и заняли целый ряд призовых мест. А 12 декабря они уже отстаивали честь Мордовии в Ульяновске на межрегиональном турнире по дзюдо Кубок Симбирска. Спортсмены привезли домой два призовых места. Пять наград завоевали и чалковские спортсмены в Кубке Мордовии по смешанным боевым единоборствам. В категории 16-17 лет две золотые медали взял Никита Афонин. В категории 18 плюс лет дважды чемпионом стал Александр Акимов. А серебряным призером среди спортсменов 14-15 лет оказался Олег Борисов. Успехи у наших спортсменов есть и на мировом уровне. 5 декабря уроженка Ичалковского района Елена Кручинкина в составе эстафетной четверки сборной Беларуси завоевала первые награды нового биатлонного сезона. Серебро на этапе Кубка Мира в шведском Эстер Сунде. В свежем номере Инсарского вестника читатель сможет совершить экскурсию в музей крестьянского быта «Русская изба», созданной с нуля при Арбузовском сельском клубе три года назад. Музей регулярно пополняется экспонатами. Прялка XIX века, взрослая кровать и детская деревянная кроватка. Различные поделки, домашний утварь, приспособления, в свое время облегчавшие крестьянский труд. В стенах музея также проводятся различные мероприятия для представителей подрастающего поколения. И детям нравится принимать активное участие в таких мероприятиях. А это значит, что музей живет и будет жить. Газета «Время и жизнь» Зубовополянского района знакомит с воятельницей джутовых чудес Веры Евгеньевны Чудайкиной. На традиционной всероссийской выставке «Формула рукоделия», проходящей ежегодно в Москве на ВДНХ, мастерица со своей работой «Картиной павлин» завоевала одно из призовых мест. Сегодня Вера Евгеньевна преимущество отдает искусству джутовой филиграни, которая позволяет из обычной веревки сделать необычно привлекательные ажурные вещи. Мастерица Зубовополяна уверена, что это далеко не последний из освоенных техник в ее творчестве. Ведь, как известно, пределов совершенства нет. Каково это быть чемпионом мира? Путь к победе борца Рифата Кунишова можно проследить на страницах газеты «Голос примакшания». Молодой человек из Ковылкина – чемпион мира по универсальному бою. А еще претендент на медаль за отличную учебу выпускного класса. Брат двух прекрасных сестер, достойный сын уважаемых родителей. С пяти лет Рифат занимается дзюдо и самбо. На чемпионате Республики по самбо в прошлом году юноша занял первое место. Рифат регулярно выезжает на соревнования в соседние регионы. Одна из самых значимых побед – признание чемпионом мира на первенстве в Анапе. Рифат стал чемпионом мира по универсальному бою весовой категории 75 килограммов в начале этого учебного года. Семья, друзья и весь Ковылкинский район гордится своим земляком. И нет никаких сомнений, что Рифата ждет большое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова